Добро пожаловать в международный конкурс талантов Golden Time Talent. Меня зовут Ольга Образцова, я член жюри этого конкурса, и время пришло подводить итоги 54 сезона. В моей компетенции оценивать вокальные и музыкальные способности участников. Наивысшая оценка – 10 баллов. Поехали! Я вам ставлю наивысший балл за ваш невероятный тэбр голоса и надеюсь вас увидеть на сценах больших театров. Валентина Буряк, Украина – 10 баллов. Также у вас невероятный голос. Развивайтесь, работайте над собой. И до новых встреч на больших площадках! Гузель Ахмадеева, Словения – 10 баллов. Вы исполнили три музыкальных произведения, но больше всего мне понравилась композиция «Черноглазая казачка». Теона Шамберашвили, Грузия – 10 баллов. Я вас помню Теона по другим сезонам, и я вижу, как вы работаете и как вы растете над собой. Всех вам благ, всех успехов, пусть все получается. Далее. Я хочу назвать участников, которым я поставила 8 или 9 баллов в номинации «Академический вокал», но тем не менее они мне очень понравились и запомнились. И, ребята, если вы прислушаетесь к моим советам, в будущем, участвуя в этом конкурсе «Golden Time Talent», я вам обещаю, я поставлю 10 баллов, потому что я вижу в вас потенциал, но нужно еще больше работать. Такие участники, как Давид Астафьев, «Казахстан». У вас красивый видеоряд, достойный клип для песни «Авэ Мария», но это не совсем ваша песня. Нужно было найти что-то более драматичное, чтобы раскрыло весь потенциал вашего голоса. Городниченко, Олеся, «Украина». Олеся, у вас красивый тембр голоса, но вы выбрали не ту категорию и не ту песню. Вы исполняли «Черемшина». Это попсовая, можно так сказать, песня. И ваш голос, он тоже попсовый, ведь вы исполнили эту песню совсем не в академической манере, поэтому я не могу поставить вам 10 баллов. Но тем не менее я вас отметила, вы мне нравитесь. Пожалуйста, работайте над собой, выбирайте правильные композиции. И еще третья участница – Мериксел Роудс, Испания. Я слушала ваши другие произведения в жанре шансон. Шансон мне понравился намного больше. Там я вам поставила 10 баллов. Мне кажется, если вы будете более усердно двигаться в направлении шансона, вы достигнете больших результатов, чем в академическом вокале, потому что вы слегка проигрываете участникам с более сильными голосами, чем у вас. А для шансона ваша энергетика и харизматичность очень кстати. Ну а теперь поехали по номинации поп-вокал. Обычно поп-вокал – это самая распространенная категория. Больше всего участников именно в ней. Мне было сложно выбрать фаворитов, но тем не менее я хочу озвучить несколько из них. Лаура Мария Москаль, Литва, 10 баллов. Вы маленькая звездочка, которая уверенно и непосредственно держится на сцене. Браво, Мария! Мычко Анна Мария, Украина, 10 баллов. Мне запомнился ваш украинский наряд. Мне запомнилось, как вы чисто интонировали песню. Спасибо вашим преподавателям за то, что подбирают такие подходящие вашему голосу произведения. Милана Сидорук, Эстония, 10 баллов. Браво, Милана! Я вами очень довольна. Стефани Николова, Болгария, 10 баллов. Эту девочку я хочу отдельно отметить, потому что она ещё участвует в номинации «Сингер-санрайтер». А это значит, что она пишет свои песни. Вы очень талантлива. Я рада, что вы принимаете участие в нашем конкурсе. София Немна, Украина, 10 баллов. София, мне нравится, что вы исполняете английскую песню с хорошим произношением английского языка. Песня сложная, много синкоп, много распеваний. Но вы справились на отлично. Браво, вы заслуживаете. Твёрдый, 10 баллов. Далее. Нихат Сеидли, Азербайджан, 10 баллов. Нихат, вы представили на рассмотрение две композиции. За одну из них я поставила 10 баллов, но за вторую – 9. Скажу так. Композиция, которая заняла 10 баллов от меня, Another Love, вам подходит больше. Вторая композиция. Мне кажется, вы не совсем проработали эту песню. Пожалуйста, относитесь более внимательно к репертуару, который вы хотите представить на рассмотрение жюри. Итак, следуем дальше. Евгения Семенцова, Израиль, 10 баллов. Вы меня покорили своим грудным, бархатным голосом. Я смотрела ваш инстаграм, и хочу сказать, что вам нужно записывать песни и публиковать каверы в социальных сетях. Я думаю, это принесёт хороший результат, потому что по просмотрам и по подписчикам вы сможете выйти на новый уровень. И то, как вы записываете песню в наушниках, очень вам к лицу. Продолжайте. И последняя участница, моя фаворитка в категории в номинации поп-вокал, это Инна Якимчук. Я вам ставлю 10 баллов за песню из кинофильма «Титаник» «My heart will go on». А эта песня меня взяла за душу. Во-первых, сама песня по себе очень хорошая. И вы не стремились копировать Селин Дион, которая является исполнительницей этой песни. Вы спели её по-новому, но также от души и лирично. Твёрдые 10 баллов. А теперь я хочу упомянуть участников, тоже из категории поп-вокал, которые заняли 8 или 9 баллов. Но, тем не менее, они мне очень запомнились. И я хочу вам сделать несколько замечаний для того, чтобы в будущих сезонах вы эти замечания учитывали. И, возможно, вы получите 10 баллов. Итак, Ева Шалошенко, США. Если вы занимаетесь с преподавателем, то хочу сказать, преподаватель выбрал не совсем подходящую песню для вашего возраста. Ведь это категория от 8 до 10 лет. А песня звучит для взрослого человека. Она очень сложная, да ещё и на английском языке. Вы пытались прорабатывать все сложные моменты, но интонирование слегка грязное. Пожалуйста, вокал не бросайте, но нужно выбирать песню, соответствующую вашему возрасту. Абрахамян Стефана, Армения. Песня из репертуара Адель мне понравилась. Но при исполнении я заметила, что вы очень сильно давите на голос. Иногда его зажимаете. И звучание такое надрывное. А вот вторая песня, Аллилуйя, возможно, вы её не до конца выучили, и она звучит сыровато. И ещё момент. От начала до конца песни вы очень громко её поёте. Ведь это Аллилуйя, молитва. И должно быть начало, развитие и окончание. А у вас всё на одной линии. Это недопустимо. Прислушайтесь к моим советам. Ну и последний человек в этой номинации. Давид Астафьев. Я о вас уже говорила. И вот что хочу заметить. Давид, у вас голос академический, хорошо поставленный. Не нужно участвовать в поп-вокале, если вы поёте академическим голосом. Это не звучит. Всё-таки попсовые песни для открытого, лёгкого голоса. Академические песни для драматического, для поставленного такого. Он у вас есть. Работайте в том направлении, которое вам больше подходит. И это академический вокал, но не попсовый. Категория «Народный вокал». Это не самая популярная категория. Но тем не менее, я хочу выделить девушку, которую зовут Жулдуз Адилбекова, Казахстан. Я вам ставлю твёрдые 10 баллов. Я думаю, что у себя на родине вы уже звезда. И теперь время пришло покорять новые площадки. И спасибо, что вы пришли в Golden Time Talents. Категория «Рок-вокал». В ней я хочу отметить Ирина Огневич, Сербия. Я вам ставлю, Ирина, 9 баллов. Лишь за то, что песню вы выбрали слишком лёгкую для вашего голоса. Я бы хотела услышать что-то более роковое. Работайте над собой. Я помню вас по предыдущим сезонам. Продолжайте двигаться вперёд, пожалуйста. Номинация «Шансон». В ней я хочу отметить исполнительницу Мерксел Роуз, Испания. Я вам ставлю 10 баллов. В шансоне у вас получается всё великолепно. Поэтому продолжайте двигаться в этом направлении. Песня, которую вы исполнили, течёт речечко. Исполнена превосходно. Вы харизматичная и артистичная личность. Развивайтесь. Я жду новые песни. Номинация «Кавер». Мэри Доносян, Чешская Республика. Я вам ставлю твёрдые 10 баллов. Наталья Цвик, Украина. Наталья, я не могу поставить 10, потому что... Я ставлю вам 9. Потому что голос в некоторых моментах у вас срывался на песне, которая называется «Жутем». Это сложная песня, я понимаю. И вас, наверное, переполняли эмоции. Но умейте контролировать свои эмоции. И работайте над собой. Принимайте мои замечания не в обиду, а как для того, чтобы развить себя ещё больше и показать с самой лучшей стороны свой голос. А теперь моя самая любимая номинация «Сингер Санрайтер». Объясню, почему. Потому что я тоже являюсь автором и исполнителем своих песен. Это значит, что и слова, и музыку я пишу самостоятельно. И вот всё, что я слушала до номинации «Сингер Санрайтер», это были произведения, которые уже написаны какими-то людьми. И их уже поют какие-то знаменитости. А сейчас мы будем открывать новые имена. И сейчас мы узнаем новых исполнителей, которые, возможно, тоже станут звёздами. И вот первая исполнительница в номинации «Сингер Санрайтер» является Стефани Николова «Болгария». Я вам ставлю 10 баллов. Девушка очень молодая, но уже пишет сама песни. Но это же ведь замечательно. Это говорит о том, что в будущем мы сможем её песни слушать и подпевать им. Я очень рада, что есть такая номинация в конкурсе «Golden Time Talent». Итак, второй исполнитель, которому я тоже ставлю 10 баллов. Его зовут Илья Киреев, Латвия. Илья, я прослушала ваши три произведения. За каждое из них я поставила 10 баллов. А теперь хочу немного пройтись по каждым из произведений. Песня «Сообщение отправлено». Это очень интересный клип. Неординарный. В принципе, слова быстро запоминаются, но этот клип не является хитовым. Я думаю, вы создаёте свой альбом, и вот для альбома такая песня подойдёт кстати. Вторая песня «Дай мне сил». Эта песня мне очень нравится. Современный клип. Я считаю, это формат для ТВ. Модный и хитовый. Тоже 10 баллов. Третья песня «Наступление». Она неплохая, но она проигрывает по своей энергетике предыдущим двум. Я думаю, вам нужно найти такую песню, которая была бы хитом, чтобы припевы или биты запоминались очень быстро, потому что все эти три песни, которые я прослушала, в них очень много слов, и не так всё легко быстро запомнить, а нам нужно что-то, что будет постоянно крутиться в голове. И ещё один исполнитель и автор песен. Эту девушку зовут Джу Николь, Испания. Джу, я вам ставлю за каждую из ваших произведений, а их две по 9 баллов. Первая песня украинская патриотичная «Невынна». И вторая английская песня «Крисмос Миракл». «Крисмос Миракл» она будет подходить для рождественских и новогодних праздников. Её не получится крутить на протяжении всего года. Украинская песня «Невынна». Да, она в данный момент очень актуальна, но, возможно, её стоит перевести на английский язык, чтобы это было понятно большому количеству людей. Ну, вот и всё. На данный момент, что я хотела озвучить. Я выбрала моих фаворитов, кому поставила 10 баллов. Также я озвучила тех ребят, кому поставила 8 и 9 баллов. Но я вижу вас, тенденцию к большему. И я думаю, если вы прислушаетесь к моим советам, то в будущем вы получите и 10 баллов. Поэтому работайте над собой, участвуйте в Golden Time Talent, переходите по ссылкам на наши странички в Инстаграме, в Фейсбук, ТикТок. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я там как Ольга Образцова USA и в Фейсбук Ольга Образцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова